Привет всем. Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле. Итак, события за 6 января. Поехали. На северо-востоке в США обрушился ледяной дождь, спровоцировавший множество аварий на дорогах и автотрассах. А также в результате непогоды падали деревья и линии электропередачи, автомобильные дороги превращаются в каток. На настоящий момент стало известно о гибели 8 человек. Большинство из них погибли в автомобильных авариях. При этом прогнозируется дальнейшее ухудшение погоды, усиление ветра и понижение температуры. Власти призывают людей остаться дома или в гостиницах до того, как ситуация нормализуется. Стихия разыгралась в ночь с четверга на пятницу. Порывы ветра местами превышают 22 метра в секунду. Непогода несет дожди, град и снег. И, по всей видимости, сильно затруднит автомобильное движение еще на несколько дней. Сообщается, что на межштатной автомагистрали 95 в Нью-Гэмпшире, недалеко от границы с Массачусетсом, произошло скопление десятков автомобилей. Более 900 единиц оборудования, задействованного в ледовых и снежных операциях по всему штату. Некоторые части Испании начинают год с масштабных лесных пожаров. В автономных областях Астурия и Кантабрия зафиксировано около 200 очагов возгорания. Уничтожено несколько тысяч гектаров леса. В борьбе с огнем задействованы сотни пожарных. Сдержать его распространение мешает ветер. Зимние пожары для этих районов не редкость, но обычно они начинаются в феврале-марте, когда сходит снег. В Астурии на севере Испании было зарегистрировано 93 активных пожара и в Кантабрии 37. Необычайно высокие температуры по всей Испании в первые дни января, добавленные к умеренным и сильным южным ветром, вызвали лесные пожары, особенно на севере страны. Наиболее пострадавшими муниципалитетами являются Альенда, Пелония, Рибодесела и Сабрискобио. Лесные пожары в это время года на севере полуострова, как правило, преднамеренны. Всего, по данным местных властей, от пожаров пострадало более 2000 гектаров заповедных лесов. Непогода, охватившая Закарпаттия, привела к подтоплению около 160 дворов. В воде оказались 34 жилых дома, а также три трансформаторные подстанции. Из-за значительных осадков поднялись паводковые воды. Поверхностный сток вызвал риск подтоплений на территории Хустского, Береговского и Раховского районов. Также были подтоплены 435 гектаров сельскохозяйственных угодий и участки дорог местного значения. По автомобильным трассам, которые ранее были затоплены, на момент 6 января возобновлен проезд. Выход из берегов реки Боржавы привел к подтоплению 55 гектаров сельскохозяйственных угодий в Хустском районе. Специалисты ведут работы по откачке воды с подтопленных территорий и домохозяйств. К расчистке привлечено 7 единиц техники, 8 мотопомп, а также 35 человек личного состава ГСЧС. В пострадавших районах производится подворовой обход и оценка ситуации. Водителям транспорта рекомендуется воздержаться от поездок. Сильный ветер вместе с дождем и градом обрушились на Австралию. Всплеск дождливой и ненастной погоды пронесся по юго-востоку Австралии, затронув три штата с сильными штормами и проливным дождем. Виктория, Баларат и Кресвик пострадали наиболее всего. Наводнения обрушились на такие регионы, как Новый Южный Уэльс, Виктория и Тасмания. Ночью Сидней уже пострадал от сильной грозы, а западные и юго-западные пригороды, такие как Парамата, Литкомп, Аберн и Ливерпуль, пережили проливные дожди и внезапные наводнения. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отреагировала на более 70 вызовов экстренных служб, связанных в основном с автомобилями, застрявшими в паводковых водах. В Гилфорде на западе Сиднея выпало больше всего осадков, до 70 с лишним миллиметров за сутки. Частично причиной таких условий является бывший тропический циклон Сет, который несколько дней подряд обрушивался опасной волной на юго-восток Квинсленда и север Нового Южного Уэльса. Обильные дожди, выпавшие в северном Калимонтане в Индонезии, резко увеличили сток реки Пансианган. В результате было затоплено 19 деревень в подрайоне Лумбис. Три человека погибли и один пропал без вести после этого внезапного наводнения. Уровень паводка местами достигает 2 метра. Примечательно, что эвакуации в этих районах не проводятся, местные жители просто отказываются покидать свои дома. Наводнения также обрушились на регенство Кутой-Картанегара, провинция Восточный Калимонтан. Инцидент произошел после проливного дождя, сопровождавшегося молнией и сильным ветром. В этом подрайоне от наводнения пострадали в общей сложности три деревни. 119 домов были затоплены. В пострадавшие районы власти уже направили спасателей для оказания помощи местным жителям. Метеорологи прогнозируют ухудшение ситуации, на ближайшие несколько дней ожидаются ливневые дожди с возможностью выпадения до 150 мм осадков. Десятки тысяч морских звезд были обнаружены на побережье Пембракшира в результате огромного массового выброса. Эти существа были замечены вдоль берега от Копетхола в Сандерс-Футидотенбе и по сообщениям их десятки тысяч. Джайлз Дэвис, фотограф-любитель, поделился снимком морской звезды на берегу. Он сказал, я никогда раньше не видел ничего подобного. Очень печально видеть такое в природе, потому что речь идет о тысячах погибших особей одного вида. Это вполне логично, потому что Тенби это первое место в Уэльсе, где начинается прилив. Поэтому, когда происходят выбросы, они прибиваются к берегу, как правило, в этом районе. Общество охраны морской среды заявило, что массовая гибель могла быть вызвана экстремальными погодными условиями. По всему Афганистану прошли сильные дожди и метели, в горных районах обрушились лавины, долины затопили внезапные наводнения. По меньшей мере 10 человек погибли, более 30 граждан получили травмы. Национальное агентство по охране окружающей среды призвало людей копать колодца для накопления запасов грунтовых вод и использовать снег для их заполнения. Суровые погодные условия привели к ряду дорожно-транспортных происшествий. По причине сильного снегопада на перевале Саланг было закрыто шоссе. За последние 24 часа в более чем 20 провинциях страны прошли сильные снегопады, а смертоносная лавина в регистанском районе Бадахсан унесла жизни 5 человек и нанесла значительный финансовый ущерб. Тем временем, в результате снегопада и наводнений в провинциях Фарьяб, Лагман, Бамиан и Джузджан произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло около 10 человек и 33 получили ранения. Серия ливней продолжает накрывать южные части Ирана. Десятки населенных пунктов пострадали уже от внезапных наводнений. По меньшей мере 18 человек погибли, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. Спасательные операции развернуты в 87 городах. Метеорологи прогнозируют, что наводнения продлятся до конца недели. Власти опасаются, что наводнения и осадки могут привести к увеличению количества пострадавших. На возвышенностях прошли сильные метели, создав опасные условия на горных перевалах. Согласно информации Красного полумесяца Ирана, группы национальной службы спасения оказали помощь 10 тысячам человек, которых затронули наводнения с 30 декабря. Команды спасли более 630 человек, а 2000 граждан были переправлены в безопасные места в провинциях Систан и Белуджистан. В 17 провинциях от наводнений пострадали более 20 тысяч человек. В последние дни на Аляску обрушился сильный ураганный ветер, особенно разыгравшийся в районе Матануска-Суситна и вызвавший широкомасштабный ущерб и отключение электроэнергии для тысяч жителей. Ветер, связанный с относительно низкими температурами, близкими к нулю, также повредил многие строения и дома. Порывы, достигавшие 38 метров в секунду, переворачивали легковые и грузовые автомобили, вырывали с корнем деревья, срывали крыши и дорожные знаки. Даже небольшие самолеты были опрокинуты и повреждены штормом в аэропорту Палмера. Эти впечатляющие изображения были получены из города Палмер, показывают влияние ледяного ветра на продуктовый магазин. Вода мгновенно замерзла и покрыла большую часть здания. Национальная гвардия армии Аляски уже направилась в пострадавшие районы, чтобы помочь жителям района Матануска-Суситна. На индийский штат Химачал-Прадеж обрушились снегопады, перекрыв более 200 дорог. Метеорологическое управление штата предупредило о густом тумане в изолированных местах, в предгорьях и на средних высотах. Более 50 машин и автобусов с туристами застряли между долиной Саланг и курортом Манали в среду из-за сильного снегопада в регионе. Дороги обледенели под слоем снега, автомобили теряли управление, врезались друг в друга и блокировали трассы. Администрация округа Кулу призвала туристов избегать посещения высокогорных районов, поскольку на протяжении января в горах ожидаются снегопады. Власти Лахул и Спите ограничили въезд транспортных средств на территорию округа до 15 января из-за больших снежных заносов и опасных погодных условий. В столице штата Химачал-Прадеж, городе Шимля, выпало чрезвычайно много снега. Специалисты из Индийского метеорологического департамента считают, что это один из самых обильных снегопадов в городе за последние 30 лет. За сутки на Земле произошло 103 землетрясения с магнитудой от 2,0 до 6,1. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более, произошли в 8 странах, в каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и конечно же, минутка позитива на канале. В северо-восточной части Таиланда находятся потрясающие красоты места, скрытое от посторонних глаз высокими стеблями бамбука. Это огромное восхитительное озеро красных лотосов. Об этом озере знают немногие, север Таиланда практически свободен от потоков туристов и мало кто едет туда целенаправленно. В этих землях в основном выращивают рис. И кроме зоопарка и буддийских храмов, никаких особых достопримечательностей не имеется. Поэтому озеро выделяется ярким пятном в буквальном смысле. Для туристов здесь организованы красивейшие экскурсии на лодках, а местные жители ежедневно собирают с озера урожай из лотосов, рыбы и ракушек для своих нужд. Нередко в этом живописном местечке устраивают церемонии свадеб и фотосессии. Спасибо вам, за просмотр выпуска. Спасибо за внимание. До завтра.